У Михаила Баюра телефон раскален. Он принимает поздравления. Юбиляр называет себя анапчанином до кончиков пальцев. Трудовой путь начал в совхозе Гостогаевский. Стал первым главой города-курорта Анапа, был депутатом горсовета и краевого законсобрания. Главным событием в своей карьере считают участие в объединении района и города в одно муниципальное образование. Шел 1994 год. Была идея использовать Анапу как своеобразный локомотив развития. В этом необходимо было убедить селян, которые относились к идее объединения с опаской. Уже затем по тому же пути пошли в Ейске и Туапсе. Михаил Иванович сожалеет, что тогда не все удалось. С другой стороны и одежка оказалась на вырост. Сейчас я считаю, что более динамично развивается и сельская территория. Много уделяет администрации города внимания сельским нашим округам. Поэтому я думаю, что исторически это оправданный шаг, объединив город и район. По словам Юбиляра, неудовлетворенность текущим уровнем комфорта, нормальное состояние любого человека и двигатель прогресса, результаты которого становятся очевидными через призму десятилетий. В 90-х из-за перегрузок в электросетях проводили веерные отключения. Нынешние перебои в энергоснабжении даже в сравнении не идут. Экология улучшилась спуском новых очистных сооружений. Уровень курортных услуг и оснащение здравниц выросли на порядок. Я достаточно часто встречался с людьми, которые уехали. В основном немцы, как мы называем русские, уехали в Германию на постоянное место жительства. И потом через 10, 15, 20 лет приезжают, они Анапу не узнают. То есть, знаете, есть какие-то нотки сожаления. Сегодня надо активнее продвигать курорт и его возможности на федеральном уровне, считает Михаил Иванович. Так привыкли, потому что вот горячий ключ, там есть минеральная вода, и все почему-то едут в горячий ключ, хотя у нас несколько видов воды минеральной, есть грязь в лечении. 65-летие Михаил Иванович уже отметил в кругу семьи. Сегодня встретился с бывшими сослуживцами. Старается быть в курсе общественно-политической жизни, как говорит сам, находится в запасном полку.